Услышать голос каждого глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями промышленного района и осмотрела объекты, на которые ранее поступали жалобы. Жильцы дома 17 по улице Железной дивизии показали главе, в каком состоянии находится входная группа, подъезд и лифт. Проблемы решали на месте в диалоге с представителями управляющей компании. Приняли решение, что первоочередно это ремонт подъезда на 9 этаже, на 1 этаже. После ремонта подъезда определяем сумму остатков и дальше встречаемся. В границах улиц Силина и Ташкентской глава Самары осмотрела двор, который начали благоустраивать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Очень большая помощь мы видим от администрации, управляющим микрорайоном, всегда с нами, всегда на связи архитектор. Все изменения вносили, всегда приезжали. Спасибо вам огромное. Мне радует, я таких дворов уже так давно не видела, больших. Конечно, радует. Очень большой, большой двор. Ну дождались же. Некоторые жильцы дома 263 Паново-Вокзальной, где планируют расширить проезжую часть, выступили против строительства дороги. Однако Елена Лапушкина сообщила, что жители соседних домов напротив активно выступают за, поскольку на этом участке приходится подолгу стоять в пробках или объезжать через дворы. У вас в данной ситуации будет меньшинство тех людей, которые будут пользоваться этой дорогой, которая для города... Да, я согласна. Вот до этого дома дорога, да, проходит. А здесь она, ну, никак не проходит. Вот те дома стоят, весь трафик идет через дворы, потому что здесь нету проезжей части. Нет, надо продолжать, да, еще раз. Они, конечно. Я понимаю неудобство, но, увы, город должен развиваться. Теперь появилась возможность. Обсуждение вопроса продолжили в 49-й школе, где глава города провела встречу с жителями. Однако здесь уже интересовались, когда начнут расширять новую вокзальную. И вопрос такого плана. Когда планируется строительство дороги от Московского шоссе до Новосадовой по новой вокзальной, и как далеко будет дорога расположена от дома 253? Договорились до следующего с активистом, да, что мы покажем проект жителям, расскажем, как будет проходить дорога, чтобы лишние опасения у вас снять. Я надеюсь, что все здесь присутствующие понимают, что эта дорога действительно необходима. Дома, которые располагаются чуть выше, ближе к Московскому шоссе, задыхаются от того потока машин, и тоже есть риски людей сбить и так далее. Конечно, эту дорогу надо строить. Жители промышленного района задали главе Самары более двух десятков вопросов. Городские власти взяли их на контроль. Также в школе провели семинар с активом Советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект продолжает помогать жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Поэтому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. Этот проект уже показал свою эффективность. Я это вижу на территории других районов, убеждена, что и у вас так происходит. И задача этого проекта, конечно, максимально объединить усилия, максимально донести информацию, какие-то новые знания, какие-то новые законы до всех активистов многоквартирных домов, чтобы вы могли с полным правом распоряжаться своим имуществом, а ваше имущество – это ваши дома. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию госжилинспекции. О них подробно рассказала координатор проекта «Мой дом» Ирина Качуева. Это наша с вами собственность. Мы в нем живем в этом доме. Другого дома нам никто не даст. Если мы его не сохраним, то потом будем очень долго разбираться, почему у нас капает, течет и валится со всех углов. Поэтому давайте научимся управлять многоквартирным домом, задавать грамотно вопросы и получать те ответы, которые нам помогут решать проблемы на доме. Современная удобная платформа ГИЗ ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Одной из таких плюсовых частей системы стала реализация возможности оплаты ЖКУ через систему ГИЗ ЖКХ. Мы часто с вами сталкиваемся с проблемой, особенно старшего поколения, это наличие тех же самых злополучных банковских комиссий. Вот эта система позволяет оплачивать, соответственно, без комиссии. Передача и показания приборов учета. Тоже удобно. Контроль за работами и услугами по дому. Управляющая компания обязана эту информацию размещать. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Николай Епифанов. События.